как распознать что это что перед вами не жертва обстоятельств а нарцисс психопат сейчас приведу яркий пример только я в своем телеграм-канале кстати подписывайтесь на мою телегу там очень много всего того чего нет на ютюбе нет других соцсетях самое такое у меня откровенная моя соцсеть и так значит только я там написала про одного блогера который значит все хвалил хвалил америку туда эмигрировал семь лет назад нахваливал ее как там все свободно в москве ему почему-то было не свободно ну в общем классика жанра вот и как сейчас он уже жалуется на бомжей на сумасшедших на улице на повесточку там в школе у него ребенок школьник и в общем и на вот эти вот всякие как это общество раскалывается на части президента нормально значит нет никаких кандидатов ну и так далее только это не написала значит про сумасшедших на улице и вдруг а я это писал в пути и значит иду от метро домой и и и представьте вот я не знаю меня так вот честно даже скажи мне когда последний раз к тебе какой-то сумасшедший приставал может быть даже такого и не было но я такого не помню если было очень очень давно вот и вдруг какой-то парень такой высокий худющий какой-то странный с красным лицом то ли он замерз то ли он плакал я еще я не поняла ну как это так вот как натертое лицо красное но слез у него в глазах не было подходит ко мне так и такой начинает нажалось сразу давить но вид у него какой-то я не понял то ли он наркоман то ли он сумасшедший то ли что не очень понятно вот к спиртным от него не пахло что он достаточно близко подошел я не чувствовала запах алкоголя и вот он такой вы только не отталкивайте меня как другие не посылайте меня вы не подумайте я не я к вам не пристаю я на него смотрю ну во первых давайте честно у меня как но я не буду горишь меня глаз алмаз но в общем частенько первая информация которая мне приходит она оказывается правдой во первых я вижу что передо мной гей поэтому уж меня точно нет мысли что он ко мне пристает хотя он одет абсолютно обычно никаких признаков там этого нету но вот ну не знаю вот я вижу это вот я такая а что вы хотите вы только меня не он мне опять только не отталкиваете не посылайте как другие и вот он несчастное лицо делает но с при этом смотрите что он делает он смотрит вот так прям вот мне вот так вот в глаза и и вот вот это вот все говорит а глаза вот как у психопатика прям вот сверлят меня знаете почему пошел смотрит мы какое какую реакцию я буду выдавать что он хочет он не не говорит зачем именно он ко мне подошел что он сейчас вообще от меня хочет он продолжает давить на жалость и сверлить меня глазами для чего как только он видит что я хоть чуть-чуть повелась на жалость он дальше должен был что-то выдать что он там хотел не знаю денег там или или просто чтобы его пожалели или в это время может быть он там какой-то суп супер фокусник залез бы мне в карман и украл мой айфон я не знаю вот но я так и и и и вот а у меня ну не вызывает он жалости уж я пока вообще не понимаю что что это такое может его надо так сказать наоборот остерегаться я говорю что конкретно вы хотите от меня и он на несколько секунд завис он видит что а почему он ко мне еще именно подошел я шла с очень хорошим настроением я помню точно шла и улыбалась и вот он решил на такого доброго и эмпатичного человека как-то вот по всей видимости сманипулировать но мы уже не знаем что он от меня хотел потому что когда он понял что я не ведусь и во-первых он не отвечал не а так и не ответил что он от меня хочет потому что он никак не может жалость моих глазах увидеть я просто развернулась и пошла дальше с улыбкой вот и тут же тут же он вслед мне говорит как же он низко ну в общем что-то такое матом типа ебанутая тут же зло только что вот он чуть ли там не слезу из себя давил и только меня не отталкивайте как все не посылаете выслушайте меня и и вот так вот так прямо найти в лицо вот так мне сверлит вот то есть смотрите здесь уже раз вот раз несколько рассогласований первое значит сейчас объясню словами и лицом он показывает что он бедный несчастный глаза у него рептилоид на меня сверлят то есть передо мной психопат ну может быть нарцисс вот и то что он моментально переключился и абсолютно холодным злым стальным голосом тут же сказал сука ёбаная или что-то такое ебанутая вот извините за мат но я должна была передать именно атмосферу ну мне все равно я на такое уже ну как бы чего буду это реагировать может человек ну правда допустим уж мне шизофрения еще что-то может он в какой-то психоз вошел бегает по улицам и вот прохожим представить я не знаю я не хочу как бы там осуждать этого человека я не знаю его состояние вот но почему я едно сейчас объясню так как человек мне не говорит что ему нужно я сразу думаю о том что это это мошенник короче какой-то вот этот вот лапшу мне сейчас на уши будет вешать заговаривает мне зубы что он делал заговаривает мне зубы вместо того чтобы сразу сказать что ему нужно ну и в конце он себя четко выдает вот этим матом таким холодным стальные моментально переключился куда делась вот это его все то есть это обманщик вот ну и мне пофиг что он от меня хотел но на этом ярком примере на этом ярком примере я вам показываю как нарцисс ну или психопат да потому что я уже рассказывал о том что любой нарцисс это база у него психопатичная в любом случае но бывают психопаты без нарциссической у них нет нарциссических заморочек вот поэтому я буду говорить сегодня так психопат нарцисс через черточку как они вызывают жалость и вот как когда такой вот у вас муж или жена или родители близкие или там брат и сестра не важно какой-то близкий может подруга такая у вас вот эти вот люди как их расшифровывать что это не тот человек кто стоит чтобы ему посочувствовали и может быть даже чем-то помогли что перед вами волк в овечьей шкуре вот по таким вот сигналом и значит почему мне пришла мысль записать это видео потому что я все время сталкиваюсь в своей клиенту работе с клиентами что люди жалеют таких людей они уже забыть импат импат он забывает сколько всего плохого этот человек ему сделал и все и вот его на эту жалость можно купить моментально эмпат сразу плывет плывется он ничего не соображает он забывает что было плохого начинает жалеть и а она психопаты ставит это целью что чтобы вот сбить импата с умной мысли сбить импата сбить ему вот это вот фокус внимания чтобы он не видел что перед ним волк и они поэтому очень часто чередуют эти манипуляции они то злые на вас и смотрят с ненавистью то вдруг пытаются вызвать жалость рассказывают о том какое детство было тяжелое или как в школе над ним измывались или вот как весь мир несправедлив как ему не везет или ей как вообще какой жестокий этот мир не оправдал надежд как часто его жизнь била или и и то есть и вот вы должны ловить вот эти несостыковки то что только недавно этот человек был злой злым взглядом абсолютно вот таким вот рептилоидом на вас смотрел и вдруг вот он значит сидит жалеется же они очень любят сожалеть вы должны задать себе вопрос а где в этом во всем причем здесь я зачем сейчас этот человек говорит это мне что он от меня хочет потому что заметьте как только вы захотите помочь этому человеку вы не будете знать чем ему помочь потому что как правило его помощь не нужно все что этому человеку было нужно это чтобы вас просто запутать чтобы через жалость вы перестали сопротивляться перестали видеть его манипуляции или ее то матери так могут делать чтобы вы перестали видеть что перед вами плохой человек по поняли что это хороший человек да еще и бедный несчастный в общем так вот такой вампиризм вот через это они вампирят так могут делать дети если это ребенок психопатично нарциссично он это делает со своими родителями и вот он компонсирует мозг там например матери своей уже и являясь будучи взрослым детиной там лет под 40 а он вот все вот там вы знаете с 33 работ его уволили либо он на работу найти не может и вот он такой бедный несчастный этот мир его не понял он такой непонятый гений он такой суперский не знаю чего там талант специалист как которому не платят по достоинству и начинается все плохое правительство плохое там страна плохая законы не те начальник не тот и в общем вот это вот бесконечно условий для бизнеса для своего не создают в общем все время находится причина но вот здесь смотрите допустим в чем-то из этого может быть правда но когда это постоянно когда всегда все должны ему когда у него всегда все не по или у нее не получается когда все виноваты только не этот человек вот делайте выводы я сейчас этот ролик он для эмпатов вот для тех эмпатов которые попадаются на крючок вот этой жалости вот это жалость знаете ее ни с чем не спутаешь когда ты начинаешь жалеть по ошибке такого человека это жалость на на какая-то такая очень токсичная она как будто тебя разъедает изнутри у тебя так жалко идите какой-то весь вот так сжался и вот такой вот знаете вот ощущение кого-то артутью кормит понимаете вот вот потому что когда ты просто сочувствуешь какому-то другому человеку ты в другом на самом деле состоянии находишься ты искренне вот тебе ты более расслаблен ты ты вы даже чувствуешь что у тебя живот не сжат ничего не сжато и ты говоришь я тебя понимаю я да да мне это все понятно хочется там и по и так вот по плечу погладить человека или вот постучать или поддержать где-то может быть помочь если есть такая возможность это но при и но при этом вы не сжаты а вот эта жалость как нарциссу психопату вот такой знаете маркирочек на который надо обратить внимание то он такого вот так вам вот так его жалко то и вы вот такой вот весь вот и и так вот так токсично жалко вы даже можете прям плакать от жалости как вам жалко этого человека вот такие вот чувства они вызывают но почему нельзя жалеть этих людей сейчас объясню вот эта жалость она их еще сильнее расхолаживает даже если реально это какой-то неудачный депрессивный нарцисс к тому жизни не везет знаете это не ваши проблемы даже если это ваш ребенок или это ваш ваша мама или папа или супруг потому что они сами меняться не хотят они хотят чтобы мир понимаете прогнулся под них да мы не будем прогибаться под изменчивый мир пусть этот лучший мир прогнется под нас но пусть пусть сидят и ждут пока этот мир прогнется понимаете ничего страшного до пенсии еще далеко пусть сидят и ждут до 100 лет пока этот мир конкретно под вот этого вот василия петровича прогнется ну нравится ему находиться в этой фантазии пусть находится помните этих людей жизнь должна учить а этих людей жизнь учит только когда она по ним бьет эти потому что эти люди по-хорошему не понимают и вот а ваша жалость это что это что-то хорошее что вы можете дать никогда ничего хорошего нарцисс психопат не ценит и никогда это в жизни для своего блага не использует он и он используется для своего блага на то как манипуляцию я вот что имею ввиду он ничего в жизни меняться не будет он как жаловался так и будет жаловаться как был неудачником так и будет неудачником и или наоборот он будет удачником но чтобы вам запора запорошить мозги он будет еще и жалость вызывать то есть там разные ситуации бывают вот я к чему короче ваша жалость она только калечит вас балует этого манипулятора он понимает что прокатывает дурочка с переулочка там и как я ее здорово быстренько прогнул быстренько увел от истинной мысли что на самом деле вообще со мной пора либо разводиться либо пора меня из дома выселять либо еще что то то есть что я сделал что-то себе выгодное чтобы она сейчас не видела или он правда вот вот и все это только их балует расхолаживает дает им силу а вы просто как дурачки снова повелись вы повелись на крючок жалости это как у меня есть видео называется скрытый нарцисс на терапии я там рассказываю откровенно случай с одной моей клиенткой я считаю что я соблюдаю конфиденциальность потому что сейчас я время смотрю ой у меня уже через три минуты консультация через некоторое время продолжу это видео итак продолжаем значит идея и женщина мне пишет да типа да что вы за психолог такой да как вы вообще можете так нечеловечно поступать с этой женщиной надо было ее отправить к нужному специалисту на такую терапию уходит годы и все такое быстро это не решить а я ей отвечаю что вот такие вот психопаты манипуляторы как эта клиентка как раз вот ищут на крючок таких наивных как вы вот и все потому что мне виднее с кем я имею имела дело я прекрасно помню как себя вел человек что было в глазах этого человека и поверьте мне это не жертва которую надо спасать это хитрая манипулятор ши была которая ну понятно что она слегка того это ясно но не нет ни того ни в плане что это психиатрия и прям вот диагноз ей поставит и никто никогда не поставит диагноз вменяемая понимаете самое главное она вменяемая но она что делает она манипулирует она играет и посмотрите это видео называется скрытый нарцисс терапии коробкова наберете и он у вас в youtube вам выдаст вот она начала играть с первой минуты как зашла ко мне в кабинет и это было очень видно потому что это было утрировано вот как знаете переигрывание в кино она переигрывала жертву вот прям вот такая зашла вся не накрашена с седыми волосами она не смотрю тема мужчину у нее было ну ты хочешь все вот с этими седыми волосами вот с таким видом мужчину себя найти но я не знаю там какого-нибудь дедушка алкоголика в деревне может на тебя и клюнет то есть это было настолько неадекватно ты что покрасить волосы не можешь да то что вообще не можешь чуть-чуть губки подкрасить и ну просто вообще вы не вот так выглядеть это это ничего не стоит тебе зачем ты переигрываешь и пришла вот в этом вообще непонятно кого из себя изображать а потом я говорю потом я и увидела в соцсетях она сидит там как грандиозный нарцисс в колготках на бусу ногу то есть без туфлей и вот так вот ноги чуть ли не в экран у нее вот так торчат она как госпожа сидит я смотрю это вот эта женщина которая вот таком виде ко мне в кабинет заходила а это что и вся соцсеть там есть я поняла что это просто психопат на самом деле это просто со скрытым нарциссизмом но это психопат основа вот и вот они как раз вот таких вот наивных людей добреньких эмпатов на крючок и сажают и вот они будут там годами лечить она же еще как хотела на хотелось бы бесплатно еще там консультировал название ломни в неурочное время вообще выходной день причем не писала сразу начинала звонить зачем человек это делает она же понимает что она меня тревожит причины особой не было или запишет аудиосообщение что-то меня наговорит и отключит телефон я ей допустим отвечу а у нее весь день телефон отключен она не читает потом через сутки прочитает то есть что она делает она начала меня заманивать в какие-то свои непонятные сети таракань и понимаете вот эти вот паучьи для чего по всей видимости я думаю что у нее была осознаваемая или неосознаваемая зависть ко мне она на меня насмотрелась на ютюбе и что-то решила что она мне завидует и ей хотелось меня затащить в какое-то вот свое болото чтобы с помощью того что я теперь в ее болоте сижу она как-то могла там не знаю подпитаться этим взбодриться и увидеть как я херею на ее глазах обычно эти люди вот это и делают они иногда это делают даже по по наитию на инстинктах но мне на это плевать ты это делаешь осознанно или неосознанно инстинктах или нет я тебе не позволю собой играть свои вот эти манипулятивные игры раз два-три развернулась на три буквы ушла вот мне короткий разговор вот то есть не нужны мне это не деньги ничего за терапия таких не с таким работать не собираюсь тратить на них время на этот неадекват вообще какой-то полный иди играйся там с игрушками если ты не наигралась детстве иди играйся с игрушками вот у меня разговор короткий а у тех у кого кто не способен на такой короткий разговор вот их юзают по ним ездят с добрым утром поэтому в общем с чего вообще начала это видео то но с того как распознать это реальная жертва которой надо помогать или это манипулятора вечно ноющий не знаю чё там сопли свои по стенам размазывающий и делающий вид что она или он бедный несчастный а на самом деле там дьявол сидит дьяволенок такой чертенок понимаете такой черт из табакерки который выскочит и потом скажет это я белый пушистый она плохая вот ну а друзья в общем все я просто сейчас только что закончила работать приняла пару человек и уже забыла в общем в итоге я думаю что и на самом деле все сказала что хотела вообще про жалость вот который вызывает нарцисс психопат надо будет еще потом несколько видео снять потому что это такие вещи которые нужно долбить 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 импату вот все время долбить чтобы он не забывал чтобы он не провалился в старое долбить 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 откуда это пошло это где-то в детстве матери ваш или кто-то там отцы про отцы вызывали у вас чувство жалости и вот это вот привычка видеть что-то унылое лицо матери на этот бедный несчастный жалеть ее не понимая что это на самом деле манипуляция то что очень часто эта манипуляция вот она потом заставляет таких же людей в жизни встречать в виде партнеров и вот они потом все этих партнеров жалеют спасают а у них все них коня корм туда все как в черную дыру проваливается и вы во всем виноваты они все также бедные несчастные и все такие же белые пушистые вот и все они никакие не белые и не пушистые все надо называть своими именами вот ну вы помните что говно но и в африке говно то есть я достаточно часто именно это слово употребляю своих видео кого-то может быть это слово пугает кому-то может быть она кажется грубым но это как говорится ваша проблема если кому она показалась грубым для меня это слово чем просто хорошо так спокойненько конкретно и даже без мата характеризует его таких личностей очень здорово меня отрезвляет это слово и быстро приводит в чувство чтобы не дай бог не попасться в лапки вот этого какого-то паучка который со сладкой сладкой паутинкой затягивает бедный несчастный он такой мальчик ему 45 лет но он бедный несчастный помнит все травмы детства извините добавлю травмы детства которых не было это самое главное что нужно знать там 99 и 9 процентов все выдумано фантазии нарциссы не знают границ